Легкоатлеты Приморья сошлись в традиционных соревнованиях, посвященных памяти выдающегося спортсмена Тимофея Корниенко. За два дня в состязаниях приняли участие более 150 спортсменов со всего края. Своими силами участники мерились в беге на различные дистанции и прыжках в высоту и длину. На старт выходили не только молодые легкоатлеты, но и ветераны этого вида спорта, для которых была предусмотрена отдельная возрастная категория. К слову, в беге на 3000 метров среди таких спортсменов победу одержал Игорь Зеленский, которому уже 80 лет. Стоит отметить, что Тимофей Корниенко в свое время был выдающимся приморским легкоатлетом и победителем первой спартакиады СССР. Его по праву можно назвать первым советским спринтером. С 1928 года он 8 лет подряд удерживал свой рекорд в беге на 100 и 200 метров. В городе Кстова завершилось первенство России по борьбе сумо среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 25 регионов страны. На ковер вышла и команда Приморья. Наши борцы выступили успешно и по итогам завоевали три золотые и одну бронзовую медали. Обладателями наград высшего достоинства среди юношей до 15 лет стали артемовцы Лука Чудаев и Владислав Трушин. Ребята показали мастерство сумо в самых низких весах 35 и 45 килограммов. Среди девушек до 19 лет золото выиграла также спортсменка из Артема Яна Свершова, а бронзой отметилась Елизавета Шахина из поселка Ярославка. Стоит отметить, что эти соревнования являлись отбором на первенство Европы, которое пройдет в Варшаве уже в октябре. В Приморье стартовала заявочная компания Кэсбаскет. Чемпионат школьной баскетбольной лиги соберет на площадках молодежной команды уже в юбилейный десятый раз. Соревнования школьников будут проходить поэтапно, от муниципальных встреч до всероссийского суперфинала. Подать заявку может любой желающий, для этого нужно зайти на официальный сайт проекта и заполнить анкету. В команде должно быть не менее восьми человек. Регламент позволяет играть баскетболистам в возрасте от 11 до 17 лет. Напомню, в соревнованиях прошедшего сезона приняли участие школьники из 64 регионов Российской Федерации, а также Монголия и Киргизия. Владивосток также активно выступает в баскетбольных баталиях. В целом, Приморье участвует в Кэсбаскет уже на протяжении 8 лет, а несколько местных команд и игроков не раз отличались на всероссийском финале и занимали почетные места. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.